Приветствую! Сегодня мы поговорим о санкциях. Послушать Путина, так ему на них, во-первых, плевать, а во-вторых, России они даже помогают, диверсифицируют экономику, развивают импортозамещение. В общем, сплошная польза. Но в то же время в Госдуме сейчас рассматривают новые поправки в Уголовный кодекс как раз за призывы к введению санкций. Ну, постойте, скажете вы. А если они так полезны, то зачем нам наказывать за призывы к ним? А если надо наказывать, то санкции, получается, все же вредны? Какой-то абсурд получается. Без котов не разобраться. Изначально латинское слово «санкция» означало решение духовной власти. А позднее наказание, карательные меры, вообще применяемые к правонарушителям. Отобрать у пьяного водителя права, оштрафовать нерадивого сотрудника или оставить нашкодившего ребенка без десерта – все это своего рода санкции. Нас же, понятно, больше всего интересуют санкции международно-правовые, которые друг на друга накладывают страны. Тут, кстати, логика ровно та же. Нашкодившего оставляют без сладкого. Ограничивают экономическое партнерство, закрывают счета в банках, сворачивают совместные программы, шаг за шагом подталкивая к более достойному поведению. В истории такое случалось не раз. Например, Версальский мирный договор, подписанный по итогам Первой мировой, требовал от Германии колоссальных репараций и вдобавок существенно ограничивал развитие ее военно-промышленного комплекса. Северная Корея оказалась под санкциями за ядерные испытания, а Беларусь в ответ на репрессии, проводимые режимом Лукашенко. К сожалению, на практике подобные меры часто работают не так, как задумывались. Мы помним, что пришедший к власти Гитлер отказался платить по счетам, нарастил производство оружия, и вскоре мир сотрясала вторая, еще более разрушительная война. Унизительные условия Версальского договора не просто не сдержали агрессора, напротив, они только сплотили нацию вокруг фюрера. Немногим лучше обстоят дела и в Беларуси, и в КНДР. Там без войны пока обошлось. Но и к смене режима экономические санкции не привели и по сей день. Почему так происходит? Дело в том, что любая страна – это не какой-то субъект, обладающий единой волей. Это и правитель, и его приближенные, и миллионы граждан с самыми разными интересами. Масса внутренних конфликтов, масса противоречий. А вот когда против страны вводятся санкции, это невольно объединяет. Вдобавок власть тут же включает мощную машину пропаганды. На нас напали, мы в кругу врагов, время забыть все разногласия и сомкнуть ряды перед лицом общей угрозы. Надежда на то, что у такого режима рано или поздно просто кончатся деньги на войну и репрессии, обычно тоже не оправдываются. Ведь чем более людоедской становится власть, тем меньше ее беспокоит благосостояние граждан. Кучки приближенных хватит в любом случае. Найдется и на силовиков, а население можно обобрать до нитки. Да и причину обнищания долго искать не надо. Санкции же. В этом свете секторальные санкции, введенные против России по итогам крымской авантюры, были в определенном смысле подарком Путину. Они помогли ему сделать то, что упорно не удавалось уже полтора десятка лет. Убедите россиян, что Запад враждебен. Не время менять власть. Враг у воров. Не время придираться к букве и духу закона. Мы в осажденной крепости. И кремлевская банда, радуясь такой удаче, бросилась воровать, как никогда ранее. Получается, санкции не работают? И да, и нет. Если накладывать санкции на всю страну без разбору, удар может прийтись по наименее защищенным слоям населения, уже и так пострадавшим от собственной власти. Режим же, наоборот, только укрепляет позиции, становясь еще более опасным. Но есть и другие санкции. Персональные, направленные против конкретных людей и конкретных проектов, выгодных только режиму. Ведь как устроена путинская власть? Как, впрочем, и любая другая клиптократическая диктатура. Все они в этом плане до скуки похожи между собой. Есть правитель. Близость к нему означает богатство. Есть его приближенные. Они служат режиму, а взамен получают роскошную жизнь для себя и своих семей. Причем, заметьте, они не отдают детей в Якутскую сельхозакадемию, не покупают недвижимость в Вышнем Волочке и не отдыхают на курортах Кавказа. Наворованные капиталы путинское окружение вкладывает и тратит за рубежом, пользуясь всеми благами западного демократического общества. Россия для них – дармовая ресурсная база, не более. Наконец, есть деньги самого Путина. На счетах друзей детства и старых товарищей от мясника Колбина и до вилончилиста Ралдугина, чьи головокружительные карьеры чудесным образом совпали с избранием в президенты их давнего приятеля. И эти счета, конечно, тоже находятся не в России. Запад до поры до времени закрывал на это глаза. Да и кто возразит, когда к тебе в страну рекой текут деньги? Вот только деньги деньгам рознь. Когда они грязные, за ними по пятам следует коррупция. Подконтрольные Кремлю бизнесмены становятся инструментами влияния за рубежом. Путин использует их, чтобы коррумпировать и шантажировать европейских чиновников, распространять дезинформацию. И эта угроза с каждым годом становится все более серьезной. Для того, чтобы санкции работали, они должны быть персональными. Близость к Путину обязана означать не шикарную жизнь, а изоляцию, блокировку счетов и закрытые границы. Унылую жизнь в обескровленной, разграбленной тобой же стране. Кто и что должно стать целью для таких санкций? Во-первых, это главные функционеры авторитарного режима, включая так называемых системных либералов, тех, на ком непосредственно держится путинская власть, вне зависимости от их взглядов и убеждений. Ты работаешь на режим? Помогаешь ему и дальше обворовывать Россию? Этого достаточно. Во-вторых, исполнители преступных приказов и политических репрессий, судьи, силовики, прокуроры, сотрудники спецслужб, непосредственно пойманные на преступлениях. В-третьих, спонсоры режима, придворные миллиардеры и кошельки Путина. Ну и в-четвертых, те проекты, которые под видом экономики и культуры, на самом деле направлены на политическое давление и коррупцию, на подавление гражданских прав и свобод. Что же до простых россиян? Им такие санкции пойдут только на пользу. Ведь это именно их деньги год за годом выводятся за рубеж, чтобы превратиться там в элитную недвижимость и шикарные яхты, на спонсирование людоедских режимов и западных союзников-коррупционеров. А когда режим падет, арестованные активы вернутся в Россию, как это уже неоднократно происходило с арестованными счетами других известных диктаторов. Так что, если вы слышите «антироссийские санкции», всегда уточняйте, какие именно. Если речь на самом деле о персональных санкциях против наворовавшихся путинских дружков, знайте, это самые пророссийские санкции, какие только можно придумать. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok